Салют, друзья, микрофон на Мистер Кей, добро пожаловать в GTA 5 RP Россия. Я пылу на этом буксире из самой Америки, где мы завершили нашу криминальную историю из-за того, что ФБР открыли на меня охоту. И чтобы избежать проблем с законом, я решил уплыть оттуда. Но мой маршрут изначально строился до Гаити, но кажется, я сбился с курса и в результате приплыл обратно на родину. Это сервер Мой Дом, и тут я не появлялся уже очень давно. Пару лет так уж точно. Но вы в комментариях постоянно меня спрашивали, когда же будет снова мой дом и просили сюда вернуться. Что же, как вы можете наблюдать, сама судьба завела меня обратно на родину. К счастью, когда я уплывал из Америки, я прихватил с собой все награбленные деньги, которые сейчас загружены в этот буксир. И надеюсь, они помогут мне тут быстрее обосноваться. Только надо притормозить, потому что впереди мост. Но я не могу сбросить ход так. Тихо, тихо, тихо. Все, буквально в метре от этого моста мы затормозили. Придется пока что бросить этот буксир, потому что все деньги загружены именно на нем. И понятное дело, пешком увезти отсюда я их не смогу. Вы можете заметить, как сильно я преобразился. Это путешествие далось мне с трудом, потому что пришлось бороздить целые океаны, чтобы добраться из Америки обратно на родину. И хоть все деньги с этого буксира забрать я не смогу, кое-какую сумму я уже взял в свои карманы и хочу их потратить с умом. Я не хочу здесь ходить, бомжевать и побираться. Я хочу сразу прикупить себе какую-нибудь квартиру. И судя по всему, мы приплыли с вами в город Арзамас. Я предлагаю сейчас тут прогуляться и поискать какую-нибудь квартиру, которая выставлена на продажу. Самое главное, слишком далеко не уходить. Я уже давно здесь не был и смотрю, что люди здесь разбогатели, передвигаются на достаточно солидных машинах. Когда я уплывал отсюда, то ситуация тут складывалась так, что все выживали как могли. Но, как вы видите, за это время все сильно преобразилось. Ладно, что же, зачем ходить вокруг да около? Давайте зайдем в наш телефон и посмотрим, что сейчас выставлено на продажу. Вот, пожалуйста, квартира в Арзамасе за миллион триста тысяч рублей. Где она располагается? Блин, она на другом конце города. Далеко-то тут добираться. Вот есть квартирка поближе, в самом центре города. Не удивлюсь, что именно в том доме я и жил. Понятное дело, это будет временное жилье. Так сказать, инвестиция в будущее, чтобы мы тут не бомжевали. Как только мы обоснуемся и сможем забрать деньги из нашего буксира, мы обязательно переедем в роскошный дворец. А пока я направляюсь к моему дому, я вас тоже приглашаю снова играть в GTA 5 RP Россия на мой дом РП. Для этого скачивайте лаунчер по ссылочке в описании. После регистрации на сервере обязательно введите мой промокод MRK. Он даст вам 100 тысяч рублей и 7 дней премиум аккаунта на старте игры. Чтобы вместе со мной играть и развиваться, обязательно вступайте также в мою семью в Дискорде. А тем временем, я кажется, пришел к своему дому, где и присмотрел себе квартирку. Согласитесь, место отличное. Центральная улица, самый центр Арзамаса, рядом магазины и большой парк. Я думаю, что для начала сойдет. Ух ты, а квартирка-то с ремонтом. Я думал, мне сейчас придется заселиться в старую бабушкиную обдрепанную квартиру, а не тут-то было. Вы посмотрите, современная мебель, плазма. Кухня, конечно, не сильно отличается от бабушкины, но хотя бы есть кофемашина. Слушайте, ну отлично. Суперское жилье. Я считаю, первые деньги вложены с умом. Ну что ж, квартира куплена. Теперь нужно понять, чем мы будем заниматься дальше. Я думаю, стоит позвонить моим старым контактам. Наверняка у меня в телефоне должен был кто-нибудь, да, сохраниться. Контактов нет. Блин, а оказывается, все мои контакты уже удалены были. Даже позвонить, черт побери, некому. Здравия желаю. Эээ, добрый день. Чем помочь могу? Ваши документы. Мои документы? Эээ, зачем вам мои документы? Нужно узнать вашу личность. Мою личность хотят узнать. Эти люди похожи на военных. А вы сами кто? Можете представиться, с кем я разговариваю-то? Я, товарищ майор, ваши документы. Товарищ майор просит у меня документы. Не успел я заселиться в свою новенькую квартиру в этом домике, как тут же ко мне приехали военные, которые просят документы у меня. Мне кажется, что здесь в городе что-то изменилось. Ни с того, ни с сего у меня просят документы. А с какой стати я вообще должен показывать вам документы? Объясните. Я сижу на лавочке, никого не трогаю. Вы проезжаете мимо и просите у меня документы. Что стряслось-то? Это приказ. Покажите ваши документы, гражданин. Приказ? Я еще его приказом должен подчиняться? Ну ладно, с военными лучше не спорить на самом деле. Давайте покажем ему документы. Я не так давно сюда вернулся, поэтому я, возможно, чего-то не понимаю, что сейчас военные по городу патрулируют или что случилось-то. Чрезвычайное положение в городе. Так, значит, Роман Ключевский, почему вы от нас все это время убегали? Я убегал? Я никуда не убегал. Я уехал из России пару лет назад, вот вернулся сейчас, квартиру себе купил. Я ни от кого не бегал. Где бы вы не скрывались, мы бы тебя все равно нашли. Но я нигде не скрывался, в том-то и дело. Что происходит? Объясните мне. Верните мне мои документы. Сейчас я вам вручу повестку. Погодите, какую повестку? Я ни под какой повесткой расписываться не собираюсь. Меня это не волнует. Вы должны будете с нами проехать. Ё-парасоте, военные меня скручивают. Мне вручили повестку. Повестку в армию, вы посмотрите на нее. Роман Ключевский, немедленно явитесь в военный комиссариат. Меня запаковали в этот УАЗик. И везут в неизвестном направлении. Куда мы направляемся, я думаю, вам рассказывать не стоит. Если меня скрутили, двое военных вручили в наглом тоне. Прошу заметить, мне повестку ни с того ни с сего. Я пять минут как приплыл в этот город, а мне уже вручили повестку в армию. Вот как происходят здесь современные дела. Неудивительно, что на улицах мало людей. Скорее всего, всех отправляют в армейку. Можно поинтересоваться, куда мы сейчас направляемся? Мы направляемся на... Мы отправляемся на метр обследования. Пусть доктора тебя осмотрят. Ну слушайте, может быть у меня еще есть шанс не попасть в армию, если меня забракуют врачи и скажут, что я негоден. Нужно сейчас включить максимально мою актерскую игру, чтобы ни в коем случае не попасть в армию. Потому что это в мои планы сейчас абсолютно не входило. Плюс я там оставил буксир с деньгами и не дай бог его обворуют. Судя по всему, подъезжаем мы к местному военному комиссариату или к городской больнице. Видать, медосредственно я буду проходить прямиком в больнице. Но это на самом деле и хорошо, потому что в военкомате всегда врачи более предвзятые. Они тебе любую годность там напишут, даже со соманной рукой, лишь бы ты пошел в армию. В городской больнице, я думаю, с этим будет попроще. Да слушайте, я не сопротивляюсь. Зачем вы мне вот руки заламываете? Вы уж все равно приехали в больницу. Думаете, я от вас сбегать буду? Давайте без этого. Это безопасно, чтобы вы не убежали. Я и не собираюсь никуда сбегать. Я, так сказать, полностью отдаю себе ответственность за то, что сейчас происходит. Повестку вручили, значит, буду проходить медобсветительство. Никаких вопросов. Так, вы должны будете пройти медосмотр, получается. Чтобы вы обошли всех врачей. Мы будем ждать у вас обхода. Так, ну что ж, меня отправляют обходить всех врачей. Но, по крайней мере, здесь я не буду под присмотром, как будто мамочка смотрит за тем, чтобы ее сынишка все выполнял. Как я понимаю, все врачи находятся там. Тут у нас регистратура. Ну что ж, сейчас самое главное включить, как я уже сказал, максимальную актерскую игру, чтобы все врачи меня отпустили. Все из них должны сказать, что я негоден, и тут произошла какая-то ошибка. Потому что если бы я хотел попасть в армию, я бы уже давно туда попал. Но я уплыл в Америку, никто мне в этом деле не помешал. И в результате, после криминальной жизни в Америке, меня заставляют проходить службу в русской армии. Ну ладно. Так, я так понимаю, это первый кабинет, в который мне нужно зайти. Здесь сидит мужик в трусах. Мужик в трусах. Кто последний в этот кабинет? Я последний, он говорит. Ну ладно, давайте займем за ним очередь. Только очень странно, что он в трусах. Неужели его привезли сюда прямиком из душа? Кажется, его очередь подошла. Надеюсь, в этой больнице я долго не задержусь. Хотя обычно, когда ты приезжаешь в военкомат, ты там сидишь с утра до позднего вечера. Опять же, либо из военкомата ты уезжаешь в воинскую часть, либо не выходишь оттуда вообще. Так устроена местная армия. Ничего с этим делом не поделаешь. Ладно, сидим ждем, когда подойдет наша очередь. Что за звуки там происходят? Ёпараса-тэ. Капец, он орет даже из этого кабинета. Что это за кабинет такой? Мне уже стрёмно туда заходить. Слушайте, пока я тут сижу, я вижу, как там двое вояк дерутся. На входе, видать, проверяют свои навыки рукопашного боя премия в больнице. С ума сойти, да они отбитые совсем. Кажется, он вышел. Ёпа-йо. Да он весь покалеченный оттуда вышел. Ладно, пришла моя очередь, давайте заходить в кабинет. Эээ, здравствуйте. Добрый день. Это какой кабинет? Здравствуйте, раздевайтесь до трусов. А что это за кабинет? Зачем мне до трусов раздеваться? Окулиста. Кабинет окулиста и меня заставляют раздеваться до трусов. Ну, офигеть можно. Куда я попал? Ладно, давайте снимаем всю одежду. Обувь, я так понимаю, тоже придётся снять. Ё-моё, посмотрите на моё тело. Так я ещё и весь в татуировках. Я уже и забыл, какие татушки я себе набивал. Так давно не раздевался до трусов. Присаживайтесь на стул. Хорошо. Ну, кабинет окулиста это легко. Мне сейчас всего лишь нужно будет, я так понимаю, прочитать буковки. И самое главное, прочитать их неправильно. Да, читайте буквы. Значит, Ш, Б, В, Г. Слушайте, ну вот последние буквы никак вообще не могу прочесть. Ни черта там не вижу. Одной строчки достаточно. В смысле одной строчки достаточно? В армии нужно идеальное зрение, я ни черта не вижу, что там написано. Годин. Охренеть можно. Вот так вот, ни с того, ни с сего. Просто расти и печать годин, хотя я сделал все возможное, чтобы меня не сделали здесь годным. Ладно, с окулистом не получилось, давайте отправляться в следующий кабинет. Я так понимаю, что мне сейчас по всем врачам придется ходить в трусах. Идем в следующий кабинет, вроде очереди здесь никакой нет. Ток-ток-ток, здрасте. Я на медоосвидетельствовании. Что это за кабинетик? Кабинет уролога. Уролога. Ну, знаете, у меня все замечательно с этим делом. Блин, зачем я сказал, что у меня все замечательно? Даже если у меня там снизу все замечательно, урологу нужно говорить, что у меня там полная задница, мочусь в постель и так далее. Сейчас посмотрим. Если надо смотреть, то смотрите, щупайте, пожалуйста, вот вам мои яички, вот вам моя сарделька, только поаккуратнее. Нагинайте. А зачем нагинаться? Ну, я же все-таки уролог, сами понимаете. Ну, и не поспоришь, что он уролог. Ну, ладно, давайте нагнемся. Блин, ну, поаккуратнее, прям не в дырку, прям палец мне в дырку вставляет. Ну, сумасшествие какое-то. Никогда не любил урологов. У вас отклонение. Слишком маленький пенец. Да. Но в танке вам будет сидеть очень удобно и выгодно. Идите в следующий кабинет. Я в шоке просто. Мне только что врач заявил то, что у меня слишком маленький, но при этом в танке будет сидеть удобно. Я чувствую какой-то внутренний позор, и честно говоря, уже второй врач говорит, что я годен. Врачей остается все меньше, так что нужно собраться с мыслями и обязательно, чтобы один из врачей мне поставил не годен. Эй, ты, ты кабинет пропустил, не опланировай. А, да, действительно, один кабинет мимо пропустил. Извиняюсь. Так, тук, тук. Здрасте, я на медоследствовании. Как вас зовут? Меня зовут Роман Ключевский. Что это за кабинет? Меня уже щупали, меня уже лапали. Даже сказали, что у меня член маленький. Я думаю, что я не годен, доктор. Ну, сейчас посмотрим. Сначала взвесимся. Так, хорошо. Давайте. Ну, блин, с весами-то все нормально будет. Здесь никак обманянуть я его не смогу. Это все-таки весы. Хорошо. Проходите на эту кушетчику. Я так понимаю, что он будет осматривать какие-то повреждения в моем теле, переомы. Поэтому нужно сказать то, что я ломал себе все кости, и мне даже ходить больно. Так, ну что, были у вас какие-нибудь действия, травмы? Ай, сэр, я вот был в командировочке в Америке. Там была страшная авария, мне сломало 100 костей. Кое-как оправился, в коме лежал. В общем, тяжелые ситуации, мне даже ходить тяжело. Так, вроде, вроде все в порядке. В смысле, в порядке? Сказал, я 100 костей сломал. Не может быть ничего в порядке. Значит, та травма была незначительная. Ну, как-то незначительная. Я, блин, все тело переломал. Доктор, ну что такое? Давайте негоден поставьте мне, и я пойду домой. Нет, извините, выгодны. Следующий кабинет. Да что ж ты будешь делать-то? Никак никого не обмануть. Все врачи подкупленные какие-то, они просто закрытыми глазами ставят годен. То маленький член у тебя, то достаточно одну строчку посмотреть, то, пожалуйста, 100 костей сломал, ты все равно годен. Ладно, тут должен быть кабинет психиатра. У психиатра я точно смогу отмазаться. А, здравствуйте, вы психиатр? Я вам честно скажу, вот, постоянно вижу какого-то человека, он постоянно ходит за мной. Да, есть такое дело. Присаживайтесь на стульчик мой. Так я не могу на него сесть, там сидит мой дружбан. Дружбан сидит, да? Ну, стойте тогда. Хорошо. Сейчас задам. Есть ли у вас шизофрения в голове? Конечно, я вот вижу человека на этом стуле, но я более чем уверен, что его не существует. Поэтому да, я шизофреник. Хорошо, вы годен нам. В смысле я годен? Я вам говорю, я шизофреник, я не могу быть годен, доктор. Вот нам такие как раз-таки и нужны. Да ёпара, ты что-то будешь делать, в смысле вам такие нужны? Вы что, в армию шизофреников набираете или мне просто-напросто никто не верит? Я смотрю, ты все кабинеты обошел. Пойдем за мной, пройдем на призывную комиссию. Ну что это получается? Во всех кабинетах, всех врачей, которых я обходил, мне везде поставили диагноз годен. То есть последний шанс это поговорить с самим начальником военного комиссариата, чтобы он меня смог отмазать от армии. Я знаю, здесь всегда была коррупция, она есть и остается, денег у меня много, поэтому я думаю, что сможем с ним договориться. Ну что, готово дать долг родины? Никак нет, товарищ военком, слушайте, тут такое дело, давайте как-нибудь договоримся с вами, может быть, у меня много денег имеется, можем разделить эти деньги, понимаете, о чем я говорю? Тут на всех хватит. Ну и сколько же у тебя всего денег? Слушайте, у меня много, у меня с собой есть как минимум 4 миллиона рублей, это по полтора миллиона каждому. Откуда у тебя такие деньги? Даваться подробностей не буду, но я вот буквально несколько часов назад приплыл из Америки, и мне тут же вручили повестку к вам. Прошел медкомиссию, значит, но там сказали, что я годен, по факту я не годен, поэтому я думаю, что меня можно сделать негодным с хорошим количеством капусты. Так, ну у тебя тогда остается два варианта развития. Либо ты сейчас обратно отправляешься к пиндосию, к пидорасам. Либо ты идешь становиться нормальным мужиком и выбивать все гейские мысли из своей головы. Черт побери, судя по всему, с военкомом не договориться. Я ему предложил такую огромную сумму денег, все деньги, что у меня сейчас есть, но он все равно хочет отправить меня, черт побери, в армию. Либо, судя по всему, как я понял, депортировать из страны обратно в Америку. Но мне нельзя возвращаться в Америку, потому что там я в розыске. Лучше здесь год в армии походить, чем там 40 лет в тюрьме сидеть, я считаю. Он годен, категория годности А, быстро его побрейте. Ну вот и все, прямо в кабинете призывной комиссии меня бреют на лосо. Я в шоке, я просто уродом каким-то стал. Так, ну так уже лучше, но мне не нравится твоя борода и татуировки. Так, сбери ему бороду и татуировку выведи ацетоном. В смысле татуировкой вывести ацетоном? Это же капец больно будет. Вы че, товарищ военком, каким ацетоном татуировки? Нет, пожалуйста, пожалуйста, только без этого, пожалуйста. О господи, это ужасно. Я стал еще большим уродом. Ну так-то уже лучше. Так, теперь быстро в автобус. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Суть по всему, на этой старой развалюхе нас и повезут в армейку. Вместе с этими двумя пацанами. Им так же не повезло. Посмотрите, какие они юные. Какие они молодые по сравнению со мной. Я, наверное, буду самым старым рядовым в этой армии. Но родина распорядилась то, что я обязан отдать ей долг. Значит, придется этот долг ей все-таки отдавать. Я уж не знаю, что будет происходить в армии. Но я думаю, что это тоже будет своеобразная интересная история. Начало нашей истории в GTA 5 Россия. Субтитры создавал DimaTorzok